никто ты думаешь на 13 этаже будет лучше не знаю но точно надежнее чем на пятом он быстро перескакивал через ступеньки крепко держа меня за руку все что я видела перед собой это мелькающие звезды на его модных кедах и тертые светлые джинсы я с трудом поспевала за ним ноги цеплялись за бетон и на каждом пролете раза три я пыталась упасть но его крепкая рука не давала мне это сделать за считанные минуты мы пролетели 13 этажей я упиралась но он сильно сжимая мою руку тянул меня вперед я пыталась выговорить хоть слово чтобы остановить эту сумасшедшую гонку но воздуха не хватало даже вдохнуть сердце колотила бешеным барабаном дышать было нечем он ногой толкнул дверь и практически вышвырнул меня на крышу давай вперед выдохнув тихо сказал он стоя посреди черной просмоленной плоскости я озиралась вокруг уверенность которая еще пять минут назад переполняла меня улетучилась оставив внутри сдавленный ком растерянности почему ты стоишь давай сделай то что ты хотела тебя же съедает твое голое одиночество крик боли застыл в груди от усталости постоянно болит голова и ноет нутро ты же запуталась не видишь выхода впереди глухой каменный тупик ты четко определила что будущего у тебя нет ты уже два месяца не выходишь из дома закрыла себя от мира схоронила себя в разочаровании укрыла гнетущей печалью и обрекла на одиночество ты умерла раньше времени сложив руки на груди ты сколотила себе гроб из стен и стала дожидаться физической смерти все жизнь кончена так чего ты ждешь шагни на встречу счастью и освободи себя он подошел ко мне крепко взял за руку и потянул вперед по периметру крыши был железный парапет когда-то зеленого сейчас ржавого цвета кое-где остатки облезший краски указывали на былую зелень смотри он потянул меня ближе к краю и ткнул рукой вниз перед нами как на ладони был весь город огни мерцали и переливались домов машин а тем более людей с 13 этажа не было видно только однородное светящееся живое пятно зрелище было невероятно красивым и завораживающе нравится да как заколдованная я не могла оторвать глаз смотри больше ты этого не увидишь я молчала вдруг тишину прорезал тихий звук скрипки который также тихо подыгрывала фортепиано я удивленно осмотрелась но ни музыкантов ни инструментов не было видно он увидел в моих глазах вопрос и улыбнулся с музыкой всегда лучше правда я молча кивнула головой пытаясь понять откуда льется звук посмотри он одернул меня за руку привлекая внимание ночной город прекрасен светятся фары горят фонари окна включены в домах несмотря ни на что жизнь движется все сливается в этом свете в единое сияние за каждым окном течет жизнь неизвестная спрятанная от постороннего взгляда наполненная радостями болью переживаниями но она эта жизнь живая понимаешь я хочу тебе показать кое-что видишь вон то окно с синими шторами я перевела взгляд за его пальцем и утвердительно кивнула головой посмотри внимательно ты поймешь о чем я за столом сидела маленькая старушка прозрачная выеденная возрастом кожи маленькие морщинистые руки потухшие бесцветные глаза сгорбленная сдавленная по прозрачным щекам текли слезы она что-то двигала по столу издалека плохо было видно я присмотрелась на столе лежали монеты которые она явно пыталась сосчитать безнадежно сыпав их в мешочек она встала смахнула слезу и неуверенный такой же сдавленной походкой пошла к выходу а теперь посмотри сюда он перевел палец на огромные окна супермаркета и я послушно проследила за ним все та же старушка неловко мялась возле кассы не решаясь подойти ближе затертая выцвевшая от времени кофта длинная бесцветная пол юбка стоптанные тапочки на голове маленький седой узелок сгорбленная уставшая испуганная в глазах слезы люди пробегая мимо не видят годы обесцветили ее теряется мнется по сторонам оглядывается в глазах мольба и безнадега стоит в стороне как котенок слепой забытый одинокий беспомощный бабушка у вас все хорошо может помочь я слышу свой голос там рядом с ней присматриваюсь я рядом стою по спине озноб в голове недопонимания но глаз не отрываю да доченька помочь старая я не вижу совсем деньги посчитать не могу не знаю сколько осталось хватит ли хоть каких-то продуктов купить второй день не ем даже хлеб дома закончился возле горла появилась странное давление которое стало подниматься выше и я почувствовала как вся влага организма стремительно движется к глазам я взяла бабку под руку и мы двинулись насыпать в прихваченную тележку продукты сначала она охала и ахала что денег не хватит но я крепко обняла ее и сказала что все будет хорошо она смотрела на меня плохо видящими глазами как ребенок а по щекам текли слезы бесшумно так без эмоций из самой души душа громко не плачет мы заполнили три огромных пакета всем чем можно и двинулись кассе бабулька расслабилась разговорилась жизнь свою поведала дед помер дети за границу уехали любят помнят но рядом быть не могут вот и коротает свой век сама раньше легче было сейчас совсем сдала я довезла ее к дому подняла продукты сложила их в холодильник прощались мы уже лучшими подругами прощалась я с ней до завтра завтра меня ждал ужин с шарлоткой и имбирным чаем еще показать он потрепал опять меня за руку возвращая к действительности да это все что я смогла выдавить тогда смотри туда его палец указал в сторону моста тянущегося над рекой я присмотрелась кроме машин ничего не было видно но вот кажется моя машина да моя я за рулем музыка машины едут в три полосы скорость одинаковая я справа не спеша вдруг из темноты вылетает собака большая испуганная потерявшаяся мечется между колес хозяина ищет не успевает виск тормозов жуткий вой я по тормозам вылетаю на колени асфальт грязный живая стонет в глазах боль адская и мольба застыли слезы собачьи в шерсти теряются по спине кровь течет две операции месяц ухода повязки меняю уколы колю кормлю с рук туалет на руках ношу большая тяжело а делать нечего жалко спим вместе в обнимку а она прижимается смотрит сказать не может но в глазах такая щемящая благодарность выдержать взгляд сложно слезы подкатываю а глянь еще сюда он практически силой повернул меня ткнув пальцем здание вокзала парень спортивный симпатичный сумка через плечо чемодан рядом улыбается растерянно осматривается видно приезжий что-то у прохожих спрашивают они машут отрицательно головой руками разводят прислушиваюсь по-английски говорит два гопника остановились рядом хороша жертва иностранная подошли объяснять что-то на пальцах начали в темной арке подталкивают жалко иностранцы стала подошла улыбнулась под руку взяла ребят все хорошо спасибо внутри страх но вида не подаю смотрю в упор улыбаюсь взглядом холодным окинули деваться некуда новую жертву искать надо а когда наивному иностранцу объяснила какая помощь ждала его благодарить начал помогла гостиницу снять на такси посадила телефонами обменялись созваниваемся еще показывать или хватит если что у меня много в запасе интересного скрестив руки на груди он пристально смотрел на меня что это я перевела на него взгляд наполненный ужасом это да ничего особенного всего-навсего фрагменты твоей жизни ну которая могла быть это старушка за синими шторами так и не дождалась бы помощи не потому что злые потому что некогда дела у людей заняты все своими проблемами бегут спешат вокруг ничего не замечают а ей мужество попросить не хватило стыдно всю жизнь она сама на себя только рассчитывала в итоге от голода у нее обморок случился и падая она ударилась головой о полку сама понимаешь взрослая уже не хэппи энд в итоге получился а это псина как ты ее назвала конфета так вот эта конфета склеила бы ласты там на мосту сбитых собак редко спасают хлопотливое это дело не человек тюрьму не посадят подумаешь одной больше одной меньше тем более ночь мост поток машин ей просто повезло что ехала мимо такая дура как ты и остановилась но хочу уточнить остановилась бы ты же собралась вниз с крыши так что собаки явно не повезет как и старушки а красавчик этот из лондона муж твой будущий чисто теоретически ведь парнишки когда кошелек забирать будут со злости что не отдает ножом легкая проткнут помрет парень я стояла как завороженная не в силах оторвать от него взгляд ну что ты смотришь время за полночь давай прыгай и я пошел устал с тобой возиться я не хочу как это не хочешь он удивленно посмотрел на меня совсем недавно ты стояла на пятом этаже в окне и уже заносила ногу для прыжка тут тринадцатый тут надежней и красивей прыгать не будут странно ну не хочешь как хочешь тогда я пошел пока кто ты я задержала его за плечо я он обернулся и угол рта растянулся в еле заметной улыбки да так никто мимо проходил сказал он и пошел я не шевелясь всматривалась в темноту которая скрывала его все больше и больше он подошел к чердачной двери и открыл ее яркий свет парадной осветил его силуэт за спиной у него было два небольших белых крыла таких же модных как и кеды которые я не заметила раньше после слове бабушка у вас все хорошо может помочь да доченька помочь старая я не вижу совсем деньги посчитать не могу не знаю сколько осталось хватит ли хоть каких-то продуктов купить второй день не ем даже хлеб дома закончился